Добрый день всем! Сегодня я хочу рассказать о замечательном суккулентном растении, которое у меня растет. Это аптения. Это растение одинаково хорошо подходит и для домашнего выращивания, и для посадки на улице, на бордюрах, на альпийских горках. Оно одинаково красиво смотрится и в вазонах, и в подвешных кашпо, и на бордюрах в виде павшего покровного растения, потому что она очень быстро затягивает всю поверхность вот такой кудрявой зеленой массой. Аптения родом из засушливых районов, и поэтому она легко перенесет и высокие температуры воздуха, и прямое солнце, и даже некоторый недостаток влаги. Растет она очень быстро и активно наращивает зеленую массу, поэтому ей требуется формирующая обрезка. Но нужно помнить, что подрезка весной отодвинет ее цветение, поэтому лучше ее все-таки делать осенью. Не нужно бояться ее кардинально резать, она очень быстро пускает боковые побеги. Цветет она летом маленькими красными алыми цветочками. Жаль только, что они однодневные, вечером уже вянут. Но зато утром, следующего дня, она распускает новые. Аптения очень неприхотлива, ведь это суккулент, и, следовательно, ей требуется очень мало внимания. Но нужно все-таки соблюдать минимальные правила. Они не сложные. Сейчас я вам об этом расскажу. Вот здесь у меня растет два вида аптений. Сердцелистная и вариегатная. Вариегатные листики чуть меньше, и растет она чуть медленнее, и окрашены они бело-зелеными. А вот эта сердцелистная, у нее и лист покрупнее, и растет она быстрее, и получается, что она немножко даже как бы забивает вот эту, вариегатную. У нее очень приятные листики на ощупь. Прямо руки сами тянутся, потому что по ощущениям они как будто бархатная ткань, очень приятные на ощупь. Летом моя аптения стоит на лоджии, на солнечной стороне, это запад, и после обеда солнце падает прямое на нее, но она себя очень замечательно чувствует, потому что ей очень важно стоять на солнце, и получать как можно больше света. Причем свет должен быть в достаточном объеме, круглогодично. А при недостатке солнца и света, ветки вытягиваются, и цветение может быть очень скудным, или вообще его не быть. Осенью, когда падает температура на лоджии, значительно, я заношу ее домой, на подоконник, потому что она не морозостойкая. Ставлю ее также на западные окна, чтобы ей было достаточно света. И на подоконнике температура не пониженная, поэтому она продолжает расти и зимой. Хотя ей желательно все-таки прохладная зимовка, но при достаточном количестве света. Это очень важно. Вот это растение выросло примерно за 7 месяцев, из вот такого размера череночка. То есть, как видите, растение быстро растущее. И это дает некоторое ограничение на его посадку совместно с другими растениями в бозоне. Аптения будет просто-напросто угнетать остальные. Но зато в виде самостоятельного кашпо она очень быстро примет декоративный вид, будет красиво смотреться вот эта изумрудная зеленая зелень и красные огоньки цветочков. Так как растение быстро растущее, с большим объемом зеленой массы, нужно очень внимательно следить за поливом. Земля очень быстро пересохнет, особенно летом, потому что она будет стоять, скорее всего, у вас на солнечной стороне. Нужно следить за тем, чтобы земля не превратилась в камень. Некоторую пересушку она, конечно, перенесет легко. Но когда ей потребуется уже полив, она это покажет листьями. Они начнут вянуть. Тогда ее нужно полить обильно. И она снова их расправит. Зимой, конечно же, нужно быть очень аккуратным с поливом. Поэтому земля в горшке должна просыхать полностью. Лучше не долить, чем перелить. Потому что если перельешь, обтыния погибнет. Поэтому лучше пусть она будет немножко подсушенная земля. Для растений это будет лучше. Вот эти два моих растения в одном горшке, он им стал маловат. Вот корни уже вышли из горшка. Поэтому я сейчас ее буду пересаживать. Несмотря на то, что сейчас еще зима, но день уже прибавляется. Сейчас февраль. Сокодвижение растения уже вот-вот начнется. И более того, растение не прекращало рост зимой. Поэтому можно ее смело перевалить в больший горшок. Ему уже явно тесно. Грунт для обтынии совершенно может быть без особых требований. Можно купить готовый для суккулентов в магазине. Но можно и намешать самостоятельно. Она очень нетребовательна к грунту. Ей можно, чтобы он был не такой плодородный. Но ей нужна структура. Грунт должен содержать обязательно битый кирпич, песок. В общем, он должен напоминать грунт для кактусов. Я беру обычную дерновую землю с газону. Домешиваю в нее небольшую часть торфа. Много песка. Немного битого угля. На дно обязательно кладу дренаж. Вот я уже подготовила новый горшок ей побольше. На дно положила дренаж. В сверку я кладу сетку строительную. Чтобы просто потом было удобнее ее переваливать в больший горшок. Чтобы корни не пришлось освобождать от камушков. Очень удобно с сеткой. Если нет строительной сетки, можно взять сетку для овощей порезать и положить сверху. Мешаем грунт. Вот обычная земля дерновая. Мешаем ее с песком, битым углем. заполняем горшок. Немножко. Освобождаем. Вот эти корни, наверное, придется ими пожертвовать. Плотно сидим в горшочке. Она хрупкая, поэтому нужно аккуратно. Все-таки придется отщипнуть, наверное, корешки. Нет, вышли. Тут также сетка, чтобы она не пускала землю внутрь. Вернее, из горшка не высыпалась земля. Не будем тогда освобождать эту сетку. Нет, все-таки корешки пришлось переваливать в новый горшок аккуратно. Обжимаем. Добавляем новую землю сверху и по бокам. Все. Она посажена. поливать мы ее пока не будем, чтобы не загнили корни поврежденные. Оставляем ее на несколько дней вот в таком виде. Все. Теперь ей горшочек достаточного объема. Она снова примется активно расти. Польем мы ее дня через три. размножение птеней. Можно размножить ее череночком. Очень легко. Любым способом. В воду или сразу в землю. Но нужно предварительно его подсушить часа два-три, чтобы не загнивало. Она очень быстро прирастает, поэтому сложности здесь нет вообще никаких. удобрять мы ее тоже будем только уже с весны. Первая подкормка будет азотосодержащим удобрением. Для того, чтобы она набрала зеленой массы еще больше. И следующие подкормки будут комплексные удобрения для цветущих растений. Иногда можно чередовать с удобрением для суккулентов. Выращивайте аптению. Она отблагодарит вас за уход. Хорошим ростом, красивым цветением. Вам она понравится. Спасибо. До свидания.